Приветствую, друзья! Всем вам огромнейший привет! Сегодня мы с вами сделаем небольшую экскурсию по району, который называется Светлана. Многие из вас считают, что Светлана это лучший район. И я с вами буду полностью согласен. Именно Светлана, лучший район, это вот в этом месте. Например, здесь, под мостом, тоже у нас вроде относятся к району Светлана. Но я не могу сказать, что это Светлана. Все-таки у нас по эту сторону, это относится к центру, хоть и находимся под мостом. Потому что вот здесь вот мост, это визуально через Верещагинский ручей. И вот именно в этом месте, начиная именно с этого места, мы можем сказать смело, что мы находимся с вами в районе, который называется Светлана. Светлана есть, конечно же, нижняя часть. Нижняя часть у нас почти везде в каждом микрорайоне хорошая. Это ближе к морю. Особенность микрорайона Светланы заключается в том, что между морем, так скажем, и жилыми домами отсутствует, отсутствует как таковая железная дорога. Это действительно золотой треугольник. Здесь место, где можно погулять. С правой стороны находится у нас летний театр. Чуть-чуть назад вернутся, есть зимний театр. Есть та самая набережная. Есть та самая баня, которая находится прямо в самом море на платформе. Есть ночной клуб платформа, есть всевозможные пабы, где вы можете забухать. То же самое харот съесть и так далее. В пешей доступности всевозможные рестораны, всевозможные злачные заведения. И действительно, как бы район такой вот интересный. Особенно тогда, когда вы приезжаете отдыхать. Когда вы отдыхаете, все у вас, как говорится, в пешей доступности. Ну, серьезно говорю, все у вас в пешей доступности. И это важно. Но когда вы переезжаете на ПМЖ, и когда вы понимаете, что это ничего от вас никуда не убежит, то уже, конечно же, приоритеты немножечко, да, и меняются. Серьезно говорю, немножко, да, и меняются. Опять же, раз это идеальное место, а мы рассмотрели, что идеальное место, да, Дендерарий близко, согласны же. Набережная, вот именно здесь, она сейчас пока заканчивается. Скоро набережная будет продлена до Бытхи. Из Бытхи будет уже по трапезороге Теренкур до Мацесты. Пока здесь вот тупиковое место. Вы здесь упираетесь в тупик. И по набережной вы не пройдете. Вы идете по тротуару, да, в сторону Бытхи. И действительно круто. Но есть вот в этой локации один большой минус. Первый минус, это очень много туристов. Если мы будем проезжать с вами в летнее время, здесь все они ходят полуголые, полу непонятно какие. Это факт, это первое. Второе, очень много на этой улице громких там, асал, асал. Там также Лексусы всегда едут на красный сигнал, стафор, вас могут здесь бить. Ну и само собой, здесь по большому счету припарковаться очень сложно. Точнее, даже невозможно. Если вы покупаете себе ту или иную недвижимость, нужно понимать, что вам придется в конце концов что сделать? Вам придется еще покупать парковочное место. Парковочные места вот в этом месте, где мы сейчас с вами находимся, от курортного проспекта до моря, это 7-10 миллионов рублей просто за парковку. Соответственно, здесь жить, проживать, это не дешевое удовольствие. Говорю вам как есть, поэтому как бы так. Это, соответственно, парковка, где вы можете восстановить свой автомобиль, когда вы пошли погулять по Дендерарию, либо с этой локации хотите прогуляться в сторону морского вокзала, если у вас прогулка, старт здесь. Также вы здесь можете оставить свой автомобиль, если вдруг вы решили доехать до того самого цирка. Вот я в цирк взял билеты и скажу, стоит ли идти в цирк или не стоит идти в цирк. Мама уже там уже обругалась, говорит, вот, надо сначала спрашивать, а потом покупать билеты. Ну, на секундочку, на всю семью билеты в цирк в Сочи обходят, знаете, сколько? В 30 тысяч. 30 тысяч. Кто-то скажет, дорого. Дорого относительно чего? Если мы посмотрим, как мы с твоим женой сходили в Дубай в Ля Перден, это Ля Перье, ну, короче, Ля Перден мы называем, в Ля Перден, то у нас ушло там 20 с лишним тысяч. Поэтому уже кажется не такая уж и большая сумма. Согласны со мной? Согласны. Все у нас познается в сравнении. Ну, реально все познается в сравнении. Вот из-за таких водоводителей все и говорят, что все мопедисты конченые чмошники. На самом деле не все. Я, мне уже, даже мои, те самые подписчики показали, что есть много, кто передвигается на мопедах, на мотоциклах довольно-таки культурно. И что по одиночным придуркам, которые вот так вот выезжают, под ним нельзя судить. Без каски, без ничего, там, без, не знаю, без правил дорожного движения. Ну, не знаю. Наверное, нет. Наверное, нет. Да? Чем да. Теперь, что касается данного микрорайона. Цена миллион рублей за квадратный метр. Миллион рублей за квадратный метр в среднем цена. Конечно, то место, которое действительно можно назвать хорошее, шикарное место, это, конечно же, у нас в первую очередь вот эта локация. Здесь у нас и Александрия, вот здесь у нас цирк, если мы с вами захотим сориентироваться. И здесь, да, есть те самые жилые комплексы с пропиской. Есть также апартаменты, которые мы сейчас спереди можем наблюдать. Действительно апартаменты. Также здесь есть вот этот дом, который у нас все ободозревали, какой-то несуразный дом под сдачу. Непонятно для кого он, для чего он был сделан. Также есть квартиры двухэтажные, двухъярусные. Например, в этом доме я продаю квартиру, там тоже довольно-таки неплохая. Ну и, конечно же, центр, центр, еще раз, центр, он весь забит. Передвигаться здесь, мягко говоря, не совсем комфортно. Но что хорошо, вот в этом месте можно особо автомобилем не пользоваться. Для кого подойдет данный микрорайон? Подойдет для любого человека. Вот тем серьезно, для любого человека, у кого есть деньги. У кого вот есть деньги, вот вам реально подойдет. Если денег нет, ребят, даже не суйтесь. Эта локация является лидером по фейковым объявлениям. Те самые фейки, которые все плодят непонятно где, непонятно как. Вот здесь, например, вот мы сейчас будем проверять с вами жилой комплекс, который называется Millennium Tower. Millennium Tower это, наверное, тот самый эталон элитной недвижимости, который действительно можно назвать элиткой. И если, например, взять статистику, 9 из 10, если, например, будут выбирать, например, между Millennium Tower, будут выбирать, например, между Морским дворцом, будут выбирать между жилым комплексом Красная площадь, будут выбирать между, например, жилым комплексом Паре Горького и так далее, в большинстве из них многие выберут именно, ребят, выберут именно Millennium Tower. Вот серьезно говорю, выберут именно Millennium Tower. Почему выберут Millennium Tower? Да, ответ очень прост, потому что Millennium Tower это ровненькая поверхность, это хороший классный вид, это потрясающая, не знаю, там концепция потрясающая, там с тобой в лифте даже не могут простые смертные, эти, как это называется, простые смертные проехаться. Ну, скажите, я скажу. Не могут проехаться с тобой простые смертные. Ну, в общем, вот сделано все вот именно так. Слушайте, у меня есть такое четкое ощущение, как будто я еду по встречке. Хотя, вроде бы, оказывается, что это не встречка. Ну, есть почему-то такое четкое ощущение, как будто я еду, ребят, по встречке. Машинами, да, конечно, забито. По идее, здесь должен был быть не один Millennium Tower, а должно было быть три дома. Но куда-то они... Нет, нифига, не по встречке. Вон, у меня знак, уступи дорогу. Поворот только налево. Все, нормально. Здесь, кстати, вот, а вот здесь встречка. Здесь только уступи дорогу везде. А вот здесь, кстати, да, вот здесь у нас встречка. Все правильно, что я проехал. Видите, а то я же думаю, нифига себе. Сейчас у меня в комментариях разорвут, скажут, нифига себе. Да, само собой, вы заметили, что даже в дорогих жилых комплексах есть люди, которые у нас ставят машины на парковке, на детские площадочки, и которые ставят у нас на те самые тротуары. Хватает всех, потому что это человеческий фактор. И, само собой, в Millennium Tower в том числе много чего у нас издается посуточно. И вот как бы так. Конечно, в этой локации есть у нас еще и апартаменты, которые вы можете приобрести. Это, конечно же, Светлана Парк, это у нас Марина Парк и тому подобное. Также есть просто апартаментный комплекс Светлана. Но самым топовым объектом здесь это Millennium Tower. Однозначно, Millennium Tower это то лучшее, что есть в Сочи. Действительно, Millennium Tower многие выбирают. Поэтому ждать что-нибудь дешевого в Millennium Tower нет смысла. И даже вот если возьмем самую чистую парковку, самую широкую, самую комфортную парковку, это тоже все будет в Millennium Tower. Ориентир миллион рублей за квадратный метр. Если кто-то думает, что он сможет найти, что такое дешевле, ну, ребят, это ваше заблуждение. Ничего вы здесь особо найти дешевого и не сможете. Ну, потому что райончик по-настоящему хороший. Район по-настоящему потрясающий. И вот если мы с вами возьмем Millennium Tower, есть предложение за 120 миллионов рублей. Это 187 квадратных метров, притом это будет черновая. Ну, и в принципе пока... И еще у меня там еще пару предложений есть, тоже можно рассмотреть. Ну, и еще также можно здесь рассмотреть Светлана Парта под комментовый комплекс. Светлана Парк, чтобы вы понимали, по ценообразованию 73 квадратных метра. Это 49 миллионов рублей. 62 квадратных метра, это 33 миллиона рублей есть. 98 квадратных метров, 60 миллионов рублей. Ну, апартаменты они чуть подешевле, потому что есть там некоторые вопросы. Вот как бы так, вопросы есть, ответов, как говорится, нет. Поэтому тоже имейте это в виду. Ну, и в принципе все из такого, да. Все. Теперь дальше. Если мы с вами... Комплекс у нас здесь есть, курортный парк. Тоже, ну, не буду даже вам озвучивать, не хочу. Ну, и давайте немножко... Мы с вами пройдемся повыше, да. Само собой повыше пройдемся. Есть, конечно же, Покровский парк. Покровский парк на минимальной стоимости это 40 миллионов рублей. Хотя, например, мою сестру спроси, она говорит, я хочу, хочу себе вот именно по... Что там у нас случилось? 55 квадратных метров, черновая, 40 миллионов рублей. Нифига не дешево. Также там есть возможность купить у нас 299 квадратных метров от Пенхаус. Цена 230 миллионов рублей. Ну, опять же, да, как бы, почему я, например, эту часть себе не рассматриваю по одной простой причине, потому что здесь можно в том числе и попасть, даже на дорогом его жилье. Потому что, например, если мы возьмем с вами апартаментный комплекс Светлана Парк, он вырос на месте столовой. Если мы возьмем с вами вот эту часть, здесь много именно земли, которая принадлежала у нас тому самому Дендерайве. Можете посмотреть мой сюжет о Дендерайве, и вам будет все понятно. Поэтому я думаю, что в этом году, либо в следующем году, к многим жилым комплексам, которые вот здесь расположены, всякие, ну, не буду называть, да, чтобы раньше времени вы там за голову не хватались, будут вопросы. Поэтому, если Светлана Парк, ой, извиняюсь, если брать эту локацию, то нужно брать только то жилье, которое действительно, как бы, соответствует всем параметрам жилья, который должен быть в Сочи, да. Но самое интересное, что самый безопасный вот объект, это миллионитар, он построен по федеральным законам 214, все как положено, все хорошо, все прекрасно. Второй по безопасности объект, как бы это глупо не звучало, это жилой комплекс Москва. Это действительно хороший, безопасный объект, который вы можете приобрести. Но он, видите, уже немножко находится, прям немножечко находится на пригорке. Здесь у меня живет моя знакомая, она купила 55 квадратных метров, 24 миллиона рублей, сделала ремонт. Ремонт ей обошелся еще, там, почти в 15 миллионов. Ну, 15 миллионов в каком плане вышло? 15 миллионов ей вышло с ремонтом, с техникой и с мебелью. Хороший дизайнерский ремонт, не то, что вы называете дизайнерский ремонт, когда поклеили обои, там, и там, ну, дизайнерский ремонт. Нет, нормально. Вот, соответственно, у нас есть также Покровский парк, тоже построена компания Альпика Групп. Ну, и, конечно же, здесь также есть у нас тот самый разбазаренный санаторий. Санаторий, который назывался у нас Москва, где тоже у нас всевозможные повырастали те самые апартаменты. Вопросы есть, ответов нет, потому что, ну, не знаю, есть, ходят слухи, что все это хотят у нас вернуть на круги своя, вернуть государству. Мы такую практику уже знаем по Адлеру, где у нас начинают отжимать. Поэтому я в этой локации предпочитаю ничего не продавать. Готов продавать жилой комплекс Москва, жилой комплекс Millennium Tower, жилой комплекс Marina Park. Ну, и, в общем, особо сильно, как бы, и ты здесь и не разбежишься. Особо сильно ты здесь и не разбежишься, понимаете? Ну, что ты хочешь сделать? Ну, страшно, кстати. Белкар. Давай, стукнет или не стукнет? Да, получается здесь, конечно же, проехать очень сложно. Здесь, конечно же, есть еще у нас жилой комплекс, который называется Metropol. Ну, знаете, позиционируется как бизнес-класс. Навтыкали эти квартиры по 18-20 квадратных метров. Ну, какой это бизнес-класс? Это, может быть, можно назвать бизнес-общежитие, может, еще что-нибудь. Ну, какой бизнес-класс с 20 квадратными метрами? Ну, ребят, ну, что смеяться-то? Смеяться, как бы, грешно, но где-то так. Хотел бы я здесь жить? Нет. Пока вот из всего этого я бы рассмотрел бы себе либо Millennium Tower, если все будет хорошо, да, когда-то в моей жизни, и я смогу себе выделить, там, миллионов 80 на квартиру. Либо это жилой комплекс Москва. В жилом комплекс Москва есть хорошая квартира, 85 квадратных метров можно купить примерно за 45 миллионов рублей. За 45. Это будут черновые, но это будут хорошие варианты. Все. Единственное, что вот жилой комплекс Москва тебя напрягает, что, как бы, там парковка такая общая, колхозная, да, там нет отдельной парковки, вот, я думаю, что давно бы там сделали бы парковку, даже бы ее продавали с большим людоотчеством. Вот, как только в жилом комплексе Москва появится парковка, которую я могу купить себе, купить себе парковку, вот, как вот, прям беру и, например, покупаю себе парковку, правильно же? Как только появится, то я с большим удовольствием себе куплю квартиру в жилом комплексе Москва. Пока я не понимаю, вот, не понимаю, как там я буду ставить машину, где я буду ставить машину, как бы, все равно машина дорогая, да, как бы, у нас квартиры выбирают дешевле, чем стоит у нас, не знаю, там, как бы, квартира. Поэтому вопросы, конечно же, есть. Ответов нет, вопросы, конечно же, есть. Поэтому лично я, вот, пока там ничего не придумают с той самой парковкой, какая-то выделенная, что можно было как-то себе, ну, взять, то я, например, вот, не готов, не готов. Хотя жилой комплекс Москва подойдет, например, для моих родителей подошло, даже парковка не нужна, даже машина не нужна. Ты вышел, ты на общественном транспорте хоть куда всегда уедешь, ты хоть куда вся сможешь уйти. Захотел в парк Ривьера, пошел в парк Ривьера, захотел на морской вокзал пасть, пошел пешком на морской вокзал, захотел в Дендерарий, пошел в Дендерарий, захотел в Моримол, даже до торгового центра Моримол ты спокойно сможешь дойти. Ну, я вам серьезно говорю, ребят, вот даже нет цели даже врать, это говорю как есть. Ну, и, соответственно, мы проехали с вами середину Светланы, есть у нас еще вот вер Светланы. Та самая лысая гора, как-то ее называют, лысая жопа, лысая, еще что-нибудь, без разницы, как ее называть, ну, здесь реально трэш. Реально трэш, тут даже разговоров не может быть. Передвигаться здесь некомфортно, хотя вот здесь находится у нас тот самый Гаргас. И знаете, чем отличается район Светланы от многих других? В районе Светланы есть варианты купить себе, купить себе, например, жилье, вот где мы с вами едем, там тысяч по 150 за квадратный метр. А можно же примерно что-то аналогичное купить, вот внизу Светланы взять по миллион, даже есть по миллион 200, даже есть по миллион 300 за квадратный метр. Конечно, те, кто живут на Лысой горе, на Светлане, они там все, ааа, да, мы живем в пешей доступности. Ну, такие, знаете, все вот, вот такие. На самом деле, пешком здесь ты пока пройдешь пять раз сдохнешь, я это говорю как есть. И второе, здесь тоже есть старые эти девятиэтажки, этот бич район, здесь также есть те самые наркоманы, здесь есть и те самые алканавты, и те самые жилые гаражи. И, в общем, есть все, вот, и безалаберно это, ладно, ты вестолочь, там, как бы, да, но тебя, девочка, не дай бог, там, ты приедешь, упал, что-нибудь с ней случится, сидеть будешь. Вот я вам серьезно говорю, сидеть будешь, как бы, понимаешь, как бы, ну, поэтому, если садитесь за руль, тем более, вы видите, какое здесь движение бестолковое, ну, побеспокойтесь за безопасность свою и того человека, который с вами сидит. Сейчас мы с вами тоже проедем в одно место, где вы можете приобрести по пять с половиной миллионов рублей те же самые квартиры. Здесь такие есть, сейчас я вам все это покажу. Ну, опять же, да, передвигаться здесь некомфортно, когда выпадает снежок, здесь снежок у нас имеется, все у нас вот в этих вот, всевозможных, в этих вот, в этих вот незаконных, хотя, под ним смотрю, кто-то, знаете, жестко, по ним проехался. А, нифига себе, кто-то на КамАЗе взял да проехался, да, видели? Прямо по всем проехался, ну, жестко проехался. И вот в этом месте есть у нас такие жилые комплексы, как Рио, ну, и вот здесь тоже я снимал для вас квартирки, которые вы можете, в свою очередь, себе приобрести, ну, например, в подвале, там, с видом в опорную стену можно за пять с половиной. Если без подвала, можно купить что-то там по, ну, не знаю, там, немножко подороже, поинтереснее, получше, да. Ну, факт остается фактом. Почему я не продал ни одну квартиру в данном микрорайоне? Ну, потому что здесь жопа. Потому что здесь, когда я еду с клиентами, они говорят, Макс, ты че, говорит? Макс, ты че, сумасшедший индюк, что ли? Ты куда нас повез? Мы же тебя смотрим, говорит, ну, нормально же все было. Ну, ты че, говорит, мы к тебе нормально относимся, уважительно. Там, ничего, какие плохие комментарии не пишешь, ничего. Ты куда нас повез, а? Ну, говорит, ты куда нас повез, ты что? Поэтому так получилось, что я здесь ничего и не продал. Потому что хоть и все риэлторы, хоть и все таксисты и называют это... Вот смотрите, даже просто элементарно, да? Вот мы с вами проехали, даже можно посмотреть основной контингент, кто здесь живет, да? Просто даже по автомобилям. Это Рено, вот Логан, это Матис, это вот Сузуки непонятно какой-то. Это прям лютейший-лютейший эконом. А жить с лютейшими-лютейшими экономщиками не каждый хочет. Почему? Ну, потому что мышление разное, да? Разные, разные ценности, да? Как бы, ну, не хочется, не хочется. Кто-то скажет, блин, ты некрасиво говоришь. Ребят, я, может быть, говорю и некрасиво, но я говорю зато правду. Вы же ко мне сами обращаетесь. Выходите, чтобы там тоже соседи были соответствующие. И кто скажет, соседями детей не крестить? Да нифига! Когда вы будете выходить из дома, а у вас в коридоре будет вонять соседский мусор? Вот. Сруль, сруль еще один. И все машины, они все вот такие здесь. Соответственно, и люди здесь живут, как скажем, не самого, не самого большого достатка. Понимаете? И у них мышление другое. Почему? Вот люди, которые живут, мягко говоря, которые ничего в жизни своем не заработали, ничего, они считают, что вокруг им все все должны. Они никому ничего не должны, но вокруг им все все должны. Понимаете? И все. И вот как бы я, знаете, я тоже одному говорю, у себя в Мелоделесской ожил. Я говорю, мусор. Он говорит, ну есть управляющая компания, могут убрать. Я говорю, ну вот уже мусорка находится. Да ничего страшного. Я говорю, ну убери сейчас. Ну, воняет, потому что. Он говорит, да нет, я завтра с утра возьму и уберу. А так вот. Я говорю, ну пускай у тебя в это. Он говорит, ну вот, а так я у себя не могу, потому что она воняет. Понимаешь? Потому что она воняет, 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 еще раз воняет. Ну вот это тоже у нас жилые комплексы Рио. Они как есть, как и квартирники, так, соответственно, и не квартирники. Также есть и жилые помещения, и есть те самые доли в доме и тому подобное. Понимаете? Здесь всего хватает. Тоже вот этот беспредел с этими вот этими блокираторами. Это непонятно, как бы здесь, ну, по сути, как бы ты особо никогда машину свою и не поставишь по одной простой причине. Потому что здесь действительно, как бы, какой-то творится творческий беспредел. Я это знаю прекрасно, когда жил в жилом комплексе «Мелодия леса». Примерно контингент один и тот же. Я говорю, все это легко читается даже по простым элементарным автомобилям. Ну, как бы, это так. Ну, суровая правда жизни. Теперь, что касается в целом. Можно ли отсюда дойти до моря? Да, конечно, можно. При желании до моря можно дойти, блин, и с КСМ пешком. Можно дойти откуда угодно. Было бы ваше огромнейшее желание. Понимаете? Было бы ваше желание. Но одно дело, как по этим горкам-косогоркам. Я вот сейчас сходил, не знаю, в Дендрайве для вас заснял, да, в такие же горки. Да я офигел просто. Думаю, нифига себе. Я весь вспотел. Я весь думаю, сейчас думаю, расскажу параллельно вам про данный прекрасный микрорайон. Вот что такое Лысая гора? Лысая гора – это злой сон таксиста. Таксисты просто ненавидят сюда ехать. Они просто даже в большинстве случаев даже и не берут заказ. Ладно, если, например, вы едете, например, вот едете с центра в Сочи, да, и поехали, например, вот вы, например, вот куда-нибудь, да, с центра в Сочи на Лысую гору. А если, например, вы находитесь здесь и сейчас на Лысой горе, и вам поспают заказы, будьте уверены, что сюда не каждый таксист поедет. Ну, некомфортно здесь, некомфортно здесь проезжать. Пешком тоже здесь некомфортно. Кто-то скажет, лестница есть. Да какая лестница? Здесь-то реально, как бы, вроде бы все ассоциируются, вот у меня квартира на Светлане. Да это самый конченный бич. Это, ну, хуже не придумаешь, тут реально бич-район, понимаете? Реально бич-район. Это жестокий, жестокий, не знаю, бич-район сейчас туда уже сейчас поедет, а Казахстан говорит, нифига себе, говорит, вот это меня сюда, сюда занесло. Здесь, кстати, у меня есть классный дом на продажу, хороший домик с ремонтом, относительно недорого стоит, кстати, сюда даже ближе, но тоже не особо. У меня здесь квартира есть, апартаменты, да, там 60 квадратных метров, там, что-то за 6,5 миллионов рублей. Но тоже она долго не продается, нахрен никому не нужна, потому что все как-то начинают здесь проезжать, думают, нифига себе и так далее, да. Вот, хотя там, как бы, улица даже, бьется улица Дмитриевой. Такое тоже есть. Ну, вот, не каждому из вас захочется вот такие вот делать, те самые маневры, да. Опять же, нет культуры вождения, нет культуры парковки. Здесь вот, и вот, если посмотреть в этот район Светланы, даже просто по автомобилям вы можете посмотреть, это реально, как бы, лютейший, лютейший, лютейший эконом. А я могу сказать, что богатый человек с бедным человеком никогда в жизни не сможет вместе найти общий язык. Говорю, вот, как есть. Я это все проходил, говорю, ну, все это проходил. И, конечно, когда выбираешь себе тот или иной микрорайон, тоже смотришь, в первую очередь, на соседей и все. Потому что, например, если мы возьмем с вами, например, остров Мечты, там все равно люди такой, настоящий такой полноценный средний класс. Полноценный такой, там, ну, там, как бы, и машин тоже много хороших, и, как бы, тоже смотришь там, и люди уже понимают, что мусор нельзя оставлять в, ну, на улице. Понимаете, там уже немножечко по-другому. Когда вы жил в Мелодии леса, это было просто жесть. Это просто был жесть. Само собой, здесь есть школа, здесь есть детский сад. До школы добираться некомфортно, ваш ребенок вряд ли дойдет. И, например, с тех дальних локаций, пока до школы дойдешь, пять раз, не знаю, проклянешь то, что родители купили тебе, точнее, себе квартиру в такой вот локации. Такое тоже есть. Опять же, здесь есть у нас жилой комплекс, который самый доступный из ФСВ-шных объектов. А этот комплекс, который построен по ФСВ-2014, это жилой комплекс Маэстро. Не знаю, почему-то он лично не заходил. Я там ни одну квартиру не продал. Потому что тоже подъездные пути всегда оставляют жать лучшего. И люди как-то, ну, не совсем адекватно реагируют. Ну, говорит, Макс, ну, что-то да не то, честное слово. Что-то да, говорит, не то, понимаешь. Ну, вот мы его сейчас можем увидеть с левой стороны, такой цветастый. Это у нас жилой комплекс Маэстро. Конечно, много старого фонда. А где много старого фонда, там много и наркоманов, и алкашей, и всех остальных. Что касается домов, дома здесь периодически попадаются. Тоже стоят дорого и тому подобное. Но тоже, как говорится, не без этого. Теперь, что касается, мы с вами еще немножко проедемся. Понимаете, вот все хотят район Светлана, когда побывали на... Вот тоже вот, да, посередине остановился, и вот ему по барабану, понимаете. Ему вот фиолетово, как его будут обижать. И самое главное, что не думают, что там могут поцарапать, либо еще что-нибудь. К пешеходам тяжело. Ну, вот Маэстро, например, вот была проблема, что не было магазина. Сейчас имеется тот самый магазин. Само собой, здесь еще есть много проблемных объектов, которые до сих пор не введены в эксплуатацию. Взять там ту же самую, не буду говорить. А то там, наверное, начнут там, да ты что, там осталось чуть-чуть. Это 8 лет слышу. Тут ями тоже есть, тоже относятся к Светлане. Но сразу говорю, вот даже просто пройтись вот по этой локации, у тебя уже появляется определенная какая-то депрессуха. Поэтому для меня, да для меня, район Светлана заканчивается на жилом комплексе, который называется Москва. Если нет у вас 40 миллионов, чтобы купить черновую квартиру, точнее 44 миллиона, купить квартиру черновую в 80 кратых метров в жилом комплексе Москва, смотрите себе другой микрорайон. Потому что если вы себе здесь что-то купите, ну вы не будете здесь счастливы. Здесь не будете счастливы. Мы сейчас едем днем в идеальных условиях, когда просто там, как бы, а если, например, здесь проехать утром, когда мамочки везут своих детишек, куда? Везут своих детишек вот в школу и так далее. Потому что пешком ни одна нормальная мама, да, ни одна нормальная бабушка своего ребенка здесь пешком не отпустит. Я вообще считаю, если те дети, которые в школу приходят сами без родителей, да, особенно там до пятого класса, их нужно лишать родительских прав. Потому что здесь передвигаться небезопасно. Небезопасно. Здесь также есть, конечно, у нас уникальные дома, вот, к примеру, жилой комплекс Витанова. Жилой комплекс Витанова, это у нас дом, который умудрился построиться на земле ИЖС с разрешением на три этажа, потом выросло еще, опять потом еще и дошло до 20 этажей. Прикольно, прикольно. Конечно, здесь в этой локации есть магазин. Карусель, карусель, кто успел, тот прицель. Кару, 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 карусель, цель. С правой стороны, кстати, мы видим с вами вот как раз вот жилой комплекс Москва. Сейчас тоже там смотрю, что-то проезжали, что-то там во дворе делают. Непонятно, что они делают, но факт остается фактом. Что-то, как говорится, да не то, понимаете? Теперь, конечно же, возникает у нас законный вопрос. Макс, почему ты не любишь Светлану? Я люблю Светлану. Я еще раз говорю, вот как только в жилом комплексе Москва вырастет какая-нибудь там многоуровневая пропарковка, либо еще что-нибудь, там тем более места хватает. Вот как только там что-то вырастет, я возьму к себе квартиру в жилом комплексе Москва. Потому что Москва, в отличие от Миллениум Тауэра, еще более-менее что-то похожее на то, что ты реально можешь приблизиться. Потому что Миллениум Тауэр я даже себе не ставлю цель. Кто-то скажет, плохо тот солдат, который не мечтает быть генералом. Ну, согласен. Но я же понимаю, что когда у меня представится возможность за 80 миллионов купить квартиру в Миллениум Тауэр, к примеру, там те же самые в 100-120 квадратных метров, я, скорее всего, распоряжусь деньгами по-другому. Я, скорее всего, сделаю другой выбор. А вот, например, 40 миллионов рублей, например, если рассматривать жилой комплекс Москва, это что-то более-менее нормальное. Черновую ты возьмешь, сделаешь бомж-ремонт, потому что хороший ремонт, как у меня сделала знакомая, обойдется в разы дороже. Сделать, например, ремонт хотя бы из-за расчета хотя бы 70 тысяч рублей с квадратных метров, хотя это надо еще постараться, ну, вот так примерно и выйдет. Хотя я знаю, что на ремонт нужно смело закладывать двадцатку. Итого уже получается 60 миллионов, понимаете, 60 миллионов. Тоже уже думаешь, уже задумываешься и тому подобное. Опять же, да, есть такой момент, когда ты передвигаешься на RAV4, и ты покупаешь себе любой другой автомобиль, там Audi, там BMW, там еще что-нибудь, и любой автомобиль, он будет лучше, чем RAV4. Когда ты передвигаешься, к примеру, на премиальные Audi, и потом после Audi выбираешь, ты особо себе ничего не можешь выбрать. Ты берешь Porsche и все равно понимаешь, что-то да не то. Вот есть жилые комплексы, у которых примерно то же самое. Например, человек, который живет в альпийском квартале, ему тяжело потом будет купить квартиру в любом другом жилом комплексе в городе Сочи. Человек, который живет в парке Горького, ему потом будет тяжело купить квартиру где-либо, в каком-нибудь там другом месте. Человек, который живет, например, в жилом комплексе Остров Мечты, ему еще труднее потом подобрать себе какую-либо альтернативу, понимаете. И в этом отношении, конечно же, после Острова Мечты тебе очень тяжело. Вот все, кто живут в Остров Мечты, я знаю, что вы тоже меня смотрите, они напишут в комментариях то же самое, что я и говорю. Вот после жилого комплекса Острова Мечты очень-очень тяжело что-то себе более-менее хорошее подобрать. Чтобы была территория, чтобы были тротуары, чтобы были школы, детские сады, торговые всевозможные, там, не знаю, там пивная, там кальянная, парикмахерская, грумер-шрумер там и тому подобное. Понимаете, чтобы все было в одном месте, тяжело, тяжело. Человек к хорошему привыкает очень быстро и меняться на худшее не хочет, понимаете. Я в свое время сделал большую ошибку, когда взял и вместо Nissan Qashqai приобрел себе Mazda, которая называется CX-5. Nissan Qashqai был и тише, и интереснее, тормоза были лучше, все. Я сделал та большую ошибку. Я взял дороже, но взял хуже, и потом спустя определенное время, когда вам представилась возможность выбирать любой автомобиль, я себе купил один Qashqai, который у брата, и купил себе, еще раз брал Qashqai, который брал для своей жены, потом перекочевал к дочери, которая была в силе этой Qashqai. Я уже не рассматривал Mazda CX-5, потому что он был по всем параметрам хуже, хотя был дороже, понимаете. В тот самый случай, когда ты берешь и покупаешь RAV4, тоже, как бы, ты платишь выше цену, но ты не понимаешь, чем он так сильно отличается кардинально от Qashqai, от Mazda CX-5 и тому подобное. Вот, и здесь примерная ситуация та же самая. Ты после этого не понимаешь, что ты пересел, например, с Audi на Porsche Cayenne. Вроде Porsche Cayenne, вроде там статус больше, все, выше. Ну, блин, ты понимаешь, что у тебя душа именно просит, просит опять Audi. Audi был по многим параметрам удобнее. У Audi один минус, она большая. Вот была бы она чуть-чуть поменьше, и цены бы Audi не было. Блин, был бы идеальный автомобиль. Вот сделали вроде для меня идеальный автомобиль, который называется Audi Q6, но он только бензиновый, а я хочу дизельный, понимаете, он только бензиновый. Вот, Q6 бы я себе с большим удовольствием бы взял. Вот, как бы так. И вот здесь с жилыми комплексами, да, с жилыми домами примерно ситуация примерно та же самая. У меня очень много людей, в том числе, которые живут, которые хотели что-то лучше, покупали, живут в Острове мечты, покупали себе квартиру в Альпийском квартале, делали вроде современный ремонт и все. И вот недавно я встречал, да, когда хотел предложить квартиру. Он говорит, Макс, я, говорит, себе в Острове мечты оставил квартиру. Оставил квартиру. Я говорю, почему оставил квартиру? Он говорит, да, Макс, потому что, говорит, ну, Альпийский квартал, говорит, он, может быть, и будет актуален года через четыре. То электричество нет, то одного, то другого, то третье, с машинами, с задницей, понимаешь. Он все это перечислил, говорит, я, говорю, там и ремонт сделал, все, я в Альпийском квартале продал. И таких людей очень много, таких людей очень много, которые взяли и вернулись. То же самое, что я, например, возьму и вернусь к Audi Q8. Но это же не будет говорить, что я взял и откатился назад. Это говорит о том, что мне Audi Q8 по полному приводу, да, по тормозам, по внутреннему комфорту, по пространству, она мне нравилась больше, чем Porsche Cayenne. Но я знаю много людей, которым Porsche Cayenne зайдет больше, чем Audi. И они от Porsche Cayenne будут просто пищать. Например, если, например, надо разворачиваться в узких дорогах, например, в Сочинских, Porsche Cayenne в разы лучше, понимаете. Если мы берем с вами по трассе, по трассе, вовремя Porsche Cayenne едет, там, не знаю, как легковушка, она прижимается, там, ты просто доезжаешь до Астрахани, да даже не чувствуешь, нет никакой там, ну, круто, круто, понимаете. Но я в Астрахани каждый день не ездил, я передвигаюсь по городу, и для меня другие параметры, они гораздо важнее. Мне гораздо важнее знать, что я там где-нибудь, там, не знаю, там, на горе, там, где-нибудь сцепление потеряется, и я возьму и смогу проехать, например, в желобку, ой, в желобку, если, например, Porsche Cayenne, здесь полный привод есть, но он такой, номинальный, он вроде есть, но у него толку нет. Я в дождь пробуксовываю там, где на Audi ни разу не пробуксовывал, понимаете. Вот такая штука. То же самое, и это и касается и тех самых, тех самых жилых комплексов. Например, вот мы проехали по Светлане, да, показал всю Светлану, говорю, если деньги есть, Millennium Tower однозначно это будет один из топов, как бы Millennium Tower. Если денег меньше, то можно, если прямо именно к Светлане нужен, нужен жилой комплекс Москва. Например, у меня много знакомых, почему они не купили себе жилой комплекс Москва. Все рассуждают так же, как и я. У всех хорошие, дорогие автомобили. Все себя они на помойке нашли, все себя уважают, уважают свою семью, да, если, на любых случаях, ДДП, чтобы там остались все живы-здоровы. Это даже автомобиль-то больше не про понты, а больше про, ну, безопасность и так далее. И они все говорят, Макс, ну вот с парковкой, ну как? Говорят, была бы парковка, я бы себе взял 100%, понимаете. Так все рассуждают, все рассуждают люди. Потому что, как бы, получается, ты покупаешь дом не совсем дешевый, да, получается. Если мы берем с вами, там, те же самые 40 миллионов за 8 квадратных метров, это 500 тысяч за квадратных метров. Но при этом, как бы, брать себе квартиру, где ты даже не можешь там толком поставить автомобиль, да, и все равно, как бы, хочется меньше думать про автомобиль. Ты взял парковку, там, например, проплатил, и все, да, потому что какой-нибудь там придурок, там, будет ночью, там, разворачиваться на такси, возьмет и тебе немножко врежется. У меня такое было, когда я машину бросал в жилом комплексе, который называется «Мелодия леса». И у меня есть очень много друзей, которые, ну, говорят, Макс, это нормально, говорят, то, что там тебя немножко могут прижать, там, немножко врезаться, это считается нормально, нормальная практика. Ну, мне такая практика не нравится. Поэтому, как бы, так, как только парковка появится, скорее всего, буду рассматривать в том варианте. Как, что берут в противовес «Миллениум Тауру» обычно, что могут выбрать. Вот этот микрорайончик, с левой стороны у нас сверх художника, там же у нас дом художника. И вот если мы с вами посмотрим, вот в этой локации есть у нас вот такой интересный пятачок, где есть у нас тот же самый жилой комплекс «Морской дворец», где есть у нас тот самый жилой комплекс «Премьер», где также есть у нас жилые комплексы «Империя», «Империал», наверное, «Империал», да. Также есть «Нагорный-1», также, ну, вот много чего здесь есть. В принципе, вот эти варианты тоже люди готовы рассмотреть. Но опять же, опять же, да, это у нас все-таки, как ни крути, это центральный район центрального Сочи. Однозначно, здесь плюсы определенные есть. Потому что, например, когда вы прописаны в Хостинском районе, как бы, да, у вас все равно, что там, в больницу или еще куда-нибудь, вас повезут не в центр Сочи, а вас повезут в Хосту. То же самое, например, какие минусы Дагомыска, когда вы проживаете. Если в Дагомысе вызвали скорую, что-то с вами случилось, по логике, кажется, с Дагомыса проще довести до 4-й городской больницы, а вас повезут куда? А вас повезут в Лазаревское. Я вам серьезно говорю. Вот, например, вот с левой стороны, вот у нас вот есть хороший домик «Нагорная-16», тоже здесь неплохие квартирки имеются, но тоже здесь без парковки, как говорится, делать нечего. И в этом месте, это место уникальное, что вроде находится на второй линии от Курорного проспекта, но в то же время здесь тишина, спокойствие. Но с машинами везде в Сочи такая дичь, потому что в Сочи переезжает все больше и больше народу, поэтому нужно понимать, что ничего хорошего и не будет. Здесь можем съехать в сторону Магнолия, здесь у нас одностороннее движение, тоже можем немножечко с вами прокатиться, здесь тоже можно найти очень много автохамов, тоже не понимаю, вот если ты нарушаешь, но зачем ты берешь и заслоняешь себе цифру? Ты же, значит, понимаешь, что ты ведешь себя как мудак, правильно же? Ну нельзя же так делать, но если ты нарушаешь, ну извини, получи свой штраф и тому подобное. Такое тоже есть. Самое интересное, здесь находится рядышком у нас та самая полиция, я уверен на 100% вот этот прекрасный транспорт средства принадлежит кому-нибудь из сотрудников, это 100%. Здесь у нас заканчивается дорога со социальным движением, это у нас все еще центральный район, ну и вот здесь мы с вами тоже можем проехать в одно из интереснейших мест. Мы сейчас с вами быстренько проедем, чтобы никого не блокировать, правильно же? Правильно. Здесь мы попадаем на дорогу с односторонним движением, но это у нас, соответственно, центральный Сочи. Хоть это и центральный Сочи, тоже особо вы здесь нигде проехать не можете, также здесь машины стоят, машины блокируют, поэтому центр Сочи, хотя это самый-самый центр Сочи, центр Сочи, центр Сочи рознь. И поэтому многие, например, берут там квартиру с большим удовольствием даже на улице Транспорт, на Донская, потому что во всяком случае там даже ты на своем автомобиле чувствуешь себя гораздо комфортнее, комфортнее и еще раз комфортнее. Теперь что касается здесь дома, дома здесь есть безумно дорогие участки по цене, вырастают здесь чаще всего те самые псевдоквартирники на землях ИЖС, как, например, тот же самый жилой комплекс Витам Нового вырос. Это настоящий представитель псевдоквартирника. Он квартирник, но к нему вопросов больше, чем ответов. Кто-то, если сейчас живет уже в жилом комплексе Витам Нового, скажет, да нет, Макс, да, 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 поверьте мне на слово, скоро там будет Кирдык и Армагедык. Теперь что касается вот этой локации, да, кто-то скажет, блин, ну что тут у нас? Здесь у нас конец дороги с двусторонним движением. Если мы с этой стороны проедем с вами направо, то мы как раз можем тем самым все у нас обогнуть и доехать, например, до центра. Ну, не знаю, давайте мы сейчас с вами проедем, я тоже вам покажу. Здесь я сегодня с утра диск повредил. О, нифига себе, три шпица. Вот это да. Как она с ними гуляет, интересно. Ну, тоже за то, что все здесь забито. Вот надо понимать, что если ты в центре покупаешь себе тот самый прекрасный, вот здесь я даже умудрился, когда поворачивал, умудрился немножко подзадеть, если ты себе покупаешь тот самый прекрасный автомобиль и квартиру покупаешь, надо позаботиться о парковках. Чтобы вы понимали, парковки здесь стоят ровно столько же, по чем вы хотите купить себе квартиру. Даже в «Острове мечты» парковка стоит 3 миллиона. В жилом комплексе, который называется у нас Альпийский квартал, сейчас стартанули парковки по 3 миллиона 300 на верхнем уровне. Да, и нужно понимать 3 300. Многие из вас за 3 300 хотят купить квартиру. Парковка стоит 3 300. Еще и нужно отсосать у тракториста, понимаете? Ну, вот в этом месте что у нас такого интересного, хорошего? Здесь дорога со стороны движения, и вот по этой дороге мы можем с вами попасть как в район Соболевка, также мы можем доехать с вами до Светланы, и также мы можем по этой дороге, кажется, вот такая невзнарочная дорога, мы можем доехать до завокзального района. Сейчас я вам постараюсь все это показать. Конечно, я ненавижу эти дороги, я не люблю здесь передвигаться, потому что это как бы всякие есть у нас микрорайоны, которые не подходят ни для чего. Для автомобилистов хреново, хреново. Для тех, кто катается на автобусе, хреново, хреново. Кто ходит пешком, хреново, хреново. И в этом отношении, конечно же, начинает очень сильно выигрывать тот же самый завокзальный район, в отличие от Светланы, потому что в завокзальном районе везде есть тротуары, отлично бегает общественный транспорт, есть школы, детские сады, и, как ни крути, ровненькая поверхность. Потому что если мы возьмем с вами Светлан, там, где ровненькая поверхность, то это очень маленький узкий круг. Очень маленький узкий круг, и на самом деле это только от курортного проспекта и до моря. Здесь налево, если мы с вами повернем, попадаем за вокзальный район, здесь мы с вами, если поворачиваем направо, мы с вами попадаем как раз в микрорайон Соболевка, и попадаем у нас, также можно выехать с микрорайона Светлана. Соболевка – это микрорайон, который находится между Альпийской горой и между Лысой горой. Соответственно, это такая впадина, ее чаще всего риелторы там и, ну, знаете, есть низ Светланы, сверх Светланы, середина Светланы. Чаще всего и таксисты называют, и местные называют очко Светланы, потому что если сверху посмотреть, это реально то чувство, что ты побывал в чьей-то заднице, тебя не покидает. Вот именно такое название. Ну, при том, есть люди, поклонники, которым нравится Лысая гора, есть люди, которые пищат просто от Соболевки, не знаю, знаете, тот самый случай, когда есть дальневосточники, которые писаются кипятком о 40-летнем марке 2, который едет, разваливается, пердит, там неудобно подъезжать к парковке, но они говорят, это хорошая, надежная японская машина. Ну, понятно, что эти рассуждения в угоду того, что нет возможности, нет денег купить нормальный автомобиль, например, там, в автосалоне с левым рулем и тому подобное. Отсюда и появляется любовь, именно любовь к всякому разному такому специфическому товару, да. Но никто скажет, блин, вот ты все равно, что подойдешь, скажешь, как тебе 99-й, ну, самый лучший автомобиль 99-й, это можно починить, там, карбюратор и цены. Ну, на самом деле, дай ему десятку, да, какой-нибудь, да, как бы хотя бы 98-м сил, там, инжектор, да, хотя бы пятилетний, он скажет, блин, да 99-й говно, десятка лучше и дорогу держит, и динамика, и расход меньше, и так далее, понимаете. И здесь вот мы говорим с вами именно про это. Вот именно про это мы с вами сейчас и пытаемся. Каждый кулик хвалит свой больно, это чаще всего хвалится из-за того, что, ну, нет другой альтернативы. Ну, я тоже все эти моменты проходил, когда у меня не было денег на, не знаю там, на, ну, ну, что там. Когда у меня был Матис, я хвалил Матис, хороший, классный автомобиль, только жрал топливо как бы помои, хотя я на нем первый раз приехал в Сочи. Потом у меня был Рено Логан, я говорю, ой, сколько я места, да, динамика особо не нужна, двигатель 1.4, 75 лошадиных сил, сука, тащит. Потом была Фабия, блин, Фабия, нахрен эти паркетники, я поставил колеса 15-е, Фабия, Фабия тащит, экономичный двигатель, двигатель 1.2, 69 лошадиных сил, вон, не можно ногой подтолкнуть, в крайнем случае. Потом Опель Фронтера, блин, я же не скажу, что я лошара купил себе Опель Фронтера, Опель Фронтера, рессоры, я строю дом, можно цемент возить, так далее. На самом деле, просто на другой автомобиль денег не было. Потом появился там Deo Nex, о, Nex, это действительно, это иномарка, это же в прошлом Опель, это же, это почти немец, тогда ваши десятки, там, Приора, да, они не одну кладут в сторонке, потом хоп, деньги на Приору, универсал, о, Приору, универсал, а почему не в люксе, да, потому что мне не нужны сзади стеклоподъемники, да, зачем они нужны, да, потому что не нужно то, не нужно это, и пошло-поехало, и всегда, вот, ты дохваливаешь, в угоду того, что у тебя нет возможности, покупаешь Nissan Qashqai, 1.6 на автомат, ой, на механике, о, ты должен управлять, чем, ты должен управлять автомобилем, должен все чувствовать, на самом деле, у тебя просто на автомат не было денег, а почему передний привод, да, потому что передний привод нормально, полный привод, он как-то работает непредсказуемо, непонятно, как он включает, на самом деле, это бред, полный привод любой, он все равно лучше, чем будет передний привод или задний привод, однозначно, потом берешь машину на автомате, Mazda ZX5, о, а что не взял на полный привод, да, полный привод, зачем он нужен в Орске, вот передний привод, нормально, а что не взял двигатель 2.5, да, потому что 2.5, он, потому что он живет больше, шатолку, где у нас тут разгоняться на самом деле просто не было денег взять 2,5 с полным приводом и нормально и все, ну ты всегда будешь нахваливать этот 2 литра реально тащить, 2 литра реально лучше и тому подобное, понимаете такое тоже есть потом ты берешь не знаю, берешь и меняешь на немца, да, потому что у тебя там есть определенные жизненные обстоятельства да вот, посмотри, немец 20-летняя лучше, чем эта Мазда какая шумоизоляция и все да, Мазду взял, сразу решил сделать ту самую шумоизоляцию потому что после Ниссана Кашкай нереально было пользоваться машиной я там вложил сразу на третий день, я ее загнал на не знаю там я ее загнал на шумку потому что без шумки там было делать нечего от слова совсем потом раз уже после этого покупаешь не знаю там себе ну, кабриолет кабриолет, да на механике он тащит на самом деле она ничего не тащит на самом деле кабриолет самая бестолковая машина для Сочи я вам серьезно говорю ну, когда плюс 20 градусов ты еще можешь как-то проехаться на том самом кабриолете если там хотя бы плюс 23 градуса у тебя башку припекает некомфортно если более-менее кто спереди сидит еще нормально на скорости ну, кто у нас сидит мягко говоря взади они просто вешаются понимаете я вам серьезно говорю поэтому все это бред по поводу того что там не знаю по поводу того что кабриолет для Сочи это лучше это шляпа все, ребята это все шляпа нифига не лучше это кабриолет в качестве второй третьей машины можно рассмотреть но не в качестве основной машины то же самое RAV4 вроде все хорошо но язык не поворачивался ее хвалить потому что RAV4 это отстой даже по сравнению с Nissan Qashqai и с Mazda Mazda TX5 динамика лучше тормоза лучше RAV4 совсем и тормозов нет и толком динамики нет и качества нет и каждые 10 тысяч ТО непонятно зачем ты каждые 10 тысяч ТО будешь делать у всех нормальных 15 тысяч вот и вот здесь примерно то же самое сейчас люди которые будут нахваливать тот самый район там Светлана да я там в отличие от транспорта там 10 минут я возле моря это все бред это бред чистой воды да какое 10 минут ну что вы себя обманываете ну какие 10 минут могут быть какой может быть комфорт будет на этой Лысой горе какой может быть комфорт от Соболевки да никакого не может быть если посмотреть сверху на карту да Лысая гора близко непосредственно к морю непосредственно к центру если посмотреть ту же самую Соболевку конченую то же самое ну реально то же самое то же самое понимаете А по факту просто Если у кого-то представляется Возможность переехать Вот жилая знакомая девочка На Соболевке И говорил, Соболевка, классно Раз представилась возможность Она купила себе квартиру в ипотеку В жилом комплексе Москва Мы разговаривали Дно это конченное Соболевка, днище Если бы на то пошло Смысл было бы переплачивать Потому что за 24 миллиона рублей На Соболевке квадратов Можно было 100 взять, а не 50 квадратов Но реально можно было взять квадратов 100 Но все равно Локация решила Но опять же, жилой комплекс Москва Тоже не устраивает в парковке Купил новый автомобиль Уже кто-то ее взял и задел На парковке Уже кто-то взял и задел Ну жесть, конечно Парковки реально не хватает Хотя бы снимаешь За эти 8-10 тысяч рублей в месяц И живешь спокойно Поэтому все эти рассуждения По поводу того, что там Классно Все это Вон, посмотрите на мужчину Который идет Весь уже чешется от пота От этого всего Ну, потому что это задница Понимаете? Потому что действительно Он идет и думает Ну как так? Ну нафига я здесь Себе что-то взял Приобрел Или снял И тому подобное Самый страшный сон Таксиста Ехать именно здесь Даже посмотрите на людей здесь Ну, жесть, ребят Жесть Понимаете? И вы думаете Что это я Спокойно проезжаю На самом деле так Да попробуйте сами проехаться У меня просто Просто опыт Очень большой Я там Проехал Своей жизни Больше чем любой из вас Даже если кто-то из вас Меня смотрит старше Больше чем любой Там дальневосточник Я не намотал У меня пробеги Ладно, сейчас у меня Маленькие пробеги 50 тысяч у меня в год Пробеги, да 50 тысяч в год Было время Когда, например Я жил в Орске У меня в целом Пробег был От 80 до 100 тысяч Километров, да Это сейчас Поменьше стал пробег Потому что там Бывает там На такси лишний раз Поеду Или еще что-нибудь Много путешествую Много летаю Отдыхаю А так даже Ну, как бы Все равно Как бы пробеги У меня там Даже больше чем У некоторых таксистов Например, у меня Друг за 3 года Накатал Например, на такси Накатал 220 тысяч километров А если меня Посмотреть за это же время Когда, посмотрите Пробег Ауди Например Тоже самое Которое у меня было Ку-8 И посмотреть Например Порш Каен У меня за это же время Пробег В общей сложности Составил 190 тысяч 190 Плюс у меня еще были Другие автомобили На которых я катался Периодически 200 тысяч Ну, в принципе У меня друг таксист Мы друг от друга По пробегу Особо и не ушли Поэтому я на своем опыте Могу так быстренько Проехать И все остальное Хотя не могу сказать Вот, например Сейчас я же мать поставил Вот этот Ки Говнан-то Да Все Уже разъехаться Не получается Все Все Не получается Поэтому, когда вам будет Хвалить район Светлана Да Ребят Бред это все Район Отстойный Район Отстойный Даже, когда я выбирал Квартиру своей дочери Я выбирал Квартиру себе Я выбирал Квартиру Тещи Я покупал Мы всегда По всем этим районам Катались Но всегда был Выбор в сторону Транспорта Потому что там Хотя бы нормальные Подъездные пути И ехать С Лысой горы До центра Сочи Вы будете По этим дорогам Гораздо Дольше Чем, например Доехать с транспортной До центра Сочи По нормальному Пути Понимаете По нормальному пути Я не топлю Там за другие районы Просто хочу Дать объективную оценку Вот Задайте себе вопрос Кто сейчас посмотрел Вы хотели бы Жить В районе Лысая гора А? Вот вы хотели бы Вот вы меня смотрите Хотели бы Ну Мы еще туда не проезжали Потому что нам еще хуже Ну это все Машинами забито все Ну вы же видите Даже по машинам По всему Вы же видите Это Ну как бы Это вот район Как бы здесь Это непредсказуемые Это Это лютейший Лютейший эконом Лютейший эконом И вот с утра Например Вот здесь Никак в жизни не проедете Сейчас объясню почему Здесь у школы есть Все мамочки останавливаются Надо же поцеловать Тогда еще что-то там Проверить Бутерброд Или там подобное И все Здесь такой затор образуется Вы даже представить не можете Вот серьезно вам говорю Но Объективно скажу так Миллениум Тауэр Если есть возможность покупать И даже не думайте Конкурентов Миллениум Тауэр нет Я вам серьезно говорю И Морской дворец будет хуже И Жилой комплекс Нагорная 1 И Нагорная 15 И Премьер Они все Будут хуже И даже Красная площадь Будет хуже Жилой комплекс Чем Например Тот же самый Например Если мы посмотрим С вами Миллениум Тауэр Миллениум Тауэр Только есть один Конкурент Это Александриевский Маяк Вот Александриевский Маяк Да Как бы Можно поставить На одну точку Также Миллениум Тауэр Можно поставить В конкуренцию ЖК Который Находится У нас На Платановой Да Но Там вообще Территории своей нет Там совсем Задница И там Даже парковок Нет В Миллениум Тауэр Хотя бы Есть парковки Вы можете Либо арендовать Либо В этом отношении Только если вы Покупаете Пентхаус Там да Покупаете Пентхаус Там одно Парковочное место Но опять же Кто покупает Пентхаус 360 квадратных метров Например Им нужно Как минимум Два парковочных места Понимаете Например Вот я живу Женой Если будет Стоять выбор Перед пентхаусом Но мне нужно Две парковки Здесь встречка Да Здесь встречка Я знаю Прекрасно Да Кстати Я же справа Дорожжения Сейчас учу Мне же сдавать Сейчас Да Я же категорию А себе Хочу открыть Но нельзя По встречке Там тоже Есть такие вопросы Божда ли там Нельзя по встречке Без разницы На мопеде Ну нельзя Ехать по встречке Серьезно Ну и в общем Так Светланам Особенно Если вы берете Вариант Для отдыха Это круто Алло Алло У меня сегодня Везение Звонки И сбрасывает Звонок И сброс Ну объективно Да Вот как бы так Но есть определенные моменты Ребята Есть определенные У нас конечно же Нюансы Ту Светлану Которую вы хотите Купить за 10 За 12 За 15 миллионов рублей Вы Ничего И не купите Такое Чтобы более-менее Чтобы было даже Не стыдно А то что Начинается От 40 миллионов рублей То уже Извините Конкуренция уже Есть Например Даже То же самое Например Жилой комплекс Москва Стоит К примеру Квартира 8 квадратных метров 45 миллионов Ну я бы Наверное Вот именно Если бы покупал Здесь и сейчас Не задумываясь О том Что будет Когда-то Я бы наверное В этом бюджете Лучше бы Посмотрел бы Жилой комплекс Ривьера Я бы наверное В этом бюджете Посмотрел Жилой комплекс Который называется Парь Горького В этом бюджете Я бы посмотрел Воровского 41 Скорее всего Потому что Это все то Перечисляю Где хотя бы Есть парковка И там подобное Понимаете Если дешевле То да Ну вот Как бы так Все относительно Все относительно Самое интересное Что Многие Когда отдыхают В Сочи И когда переезжают Это немножко Разный подход Когда отдых И когда ты живешь Другое Когда ты приезжаешь Отдыхать Ты стараешься За эти 10 дней Взять по максимуму Ты хочешь там И в парк Риверс Ходить В парк Южной культуры Дендрарий И на Красополяны Съездить И в Абхазию Съездить Когда ты Переехал На ПМЖ В Сочи Все У тебя жизнь Удалась Тебе не нужно Никуда Торопиться Понимаете Тебе не нужно Никуда Торопиться Ты уже Все успел Поэтому Как говорится Есть такая Народная мудрость На нашу лень И завтра день Тебе не нужно Там еще И как правило Те люди Которые живут Прямо так Они особо И не гуляют Те люди Которые живут В парке Ривьерс Как он бывает Те которые Понимаете Даже вспомните У себя Например Есть же В Москве Тоже Какие-то там Выставки Еще что-нибудь И все Вот Посмотрите Например Людей Которые живут На Светлане Напротив цирка Кто из них Хоть раз был в цирке Да никто Вон Я 8 лет прожил В Сочи Есть цирк В цирке Ни разу не был Зато Когда я жил В городе Орске И когда В Орске Приезжал Тот самый цирк Приезжал Потому что Вот он Неделю будет цирк А потом он уедет Понимаете А клоуны останутся Я в цирк В Орске ходил Когда приезжал Тот самый цирк Когда там Распаковывались Там например На той же самой Например Комсомольской площади В Орске было все Потому что была ценность Потому что Вода будет только неделю А потом его не будет Здесь ситуация Немножко другая Думаешь Твой Прекрасный цирк От тебя Никуда И не Убежит Понимаете Вот так это все Примерно и происходит Опять же Вы наверное заметили Мы сейчас Прямо хорошо Мы прокатились По центру И особо-то пробок нет Особо-то и пробок Как говорится И нет Нет Как говорится Когда нет И суда нет Ну и Подводя Все-таки Итог Подводя Все-таки Итог Что Хочется Сказать Сейчас За это Сделал перерыв Да Через 10 минут Буду Все Подводя итог Конечно Знаете Когда я сейчас смотрю Обзор мотоцикла Посмотрел Например Всякое разное У меня друг Женя Он купил себе Мотоцикл Он говорит Макс Бери ты Нормальный Мотоцикл Такой Можно и по городу Поездить Так вот Бери БМВ Тот самый РРТ Да Бери Вот 1250 Все хорошо Он новый Стоит всего лишь 3,5 миллиона рублей И он мне действительно Нравится По виду По всему Но я не готов За мотоцикл Отдать 3,5 миллиона рублей И тогда Что начинает Тогда Начинает Существовать Такая штука Как и называется Альтернатива Я начинаю смотреть Например Ту же самую Ямаху Да Потому что Из БМВ Я в пределах Полтора миллионов Ничего Не хочу Себе поставил Цель На машину Ой На мотоцикл Ну полторашку Нажимаю Ну начинаю смотреть То же самое НС 750X Начинаю смотреть Там еще одну Хонду Такую Интересную Посмотрел 1100 НТ Что ли называется 1100 Понимаете Я понимаю Что БМВ Лучше Там Вместо цепи Кардан И то И все Но У меня нет Желания 3,5 миллиона рублей Тратить на На мотоцикл БУшный БУшным Мотоциклом Очень много вопросов Больше чем ответов Я все таки хочу взять Либо новый Либо почти новый Понимаете Не хочу брать Ни пятилетний Ни трехлетний Ни десятилетний Хочу взять Хочу взять Либо новый Либо годовалый Там Как приводится Япония Годовалый Может быть Максимум Двугодовалый И все И особо получается Ты и не выберешь Понимаете Конечно Если бы просто Закрыть глаза Я бы тоже Может быть Взял бы Тот самый БМВ РТшку Меня бы Полностью устроило Взял бы И не жужжал бы Но Не так То же самое Это касается И недвижимости Когда Есть Неограниченный Ресурс Ты можешь Себе позволить То купить Это купить И тому подобное Но Когда ты Ограничен Если у вас На квартиру 10 миллионов Ну ребят Парковка На Светлане В том месте Где действительно Можно купить Стоит 10 миллионов А то что вы За 10 миллионов Будете смотреть Вы будете смотреть В ебенях То же самое Могу сказать Про например Мамайку Если у вас На квартиру На Мамайке Там 10-12 миллионов Выходить 50 квадрат метров То извините Вы будете смотреть Вверх Мамайки Это Целин Это будет То же самое Жилое помещение Это будет Реально дно Это будет Днище Просто Это будет Конченное днище Это будет Реально дно Ребят Как бы Что тут такое Более-менее Нормальное 50 квадрат метров Надо готовить 20 миллионов На Мамайке Вниз Которую Мамайку любят То же самое Касается И здесь Если действительно Хочется взять Что-то такое Более-менее Хорошее Прекрасное И замечательное Красиво Да Обалденно Да Да То Всегда Придется Как бы С каким-то Связываться Таким Компромиссом Атос Партос И компромисс Ну опять же Если вдруг Бюджет ограничен Вот если Например Я бы Например Сейчас себе Выбирал Квартиру В пределах 10 миллионов Рублей То скорее всего В пределах 10 миллионов Я бы взял Все-таки Транспортный Там была бы Квартира С более прозрачными Документами Там можно Взять и с ремонтом И с нормальными Подъездными Путями И хотя бы Хоть где-то там Можно поставить Парковку Понимаете И тому подобное Понимаете Но 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 Если например Рассматривать В какой-то ценовой категории Например Есть люди Которые Например Бюджет Миллениум Тауру И так далее Но Говорю Миллениум Тауру Очень тяжело Составить Конкуренцию Поэтому он Так И недешево Стоит Потому что Миллениум Тауру Это Прям Почти Почти идеальный Жилой комплекс Но есть момент Почему не все Богатые люди Покупают Потому что Понимают прекрасно Что Есть вероятность Что Могут Вырасти Еще Когда-нибудь Такие же Три Высотки Потому что Изначально Жилой комплекс Миллениум Тауру Подразумевал Три таких дома Не один А три Потом Когда Путин Проехал Сказал Что за херню Такую большую Не должно быть Такое Все Убираем И все А вдруг Например Он возьмет И передумает Например Я там Пенсионный возраст Поднимать не буду А потом Раз Передумал Мы там С налогом Мобилизация А потом Раз И здесь Например Скажет А ладно Скажет А почему бы и нет Ну-ка Давайте-ка Постройте Пожалуйста Ну Эти две Потому что Разрешение То есть Тех условий На них Есть На них Есть в принципе Все Еще дополнительно Два дома Есть все Тридцать три удовольствия Понимаете Ну в один прекрасный момент Просто взяли И приостановили Вот Для тех людей Кто сомневается Переезжать в Сочи Или не переезжать Чувствуете Да Чувствуете Вот так вот Вот так вот Ну вот Лично Например Я бы Да Если бы Выбирал бы себе Район Я бы Выбрал бы Лучше Центр района Потому что Объективно Если например Мы берем с вами Тоже самое Например Ну возьмем с вами К примеру Воровского 41 Да Как вариант Вот с Воровского 41 Ты комфортно можешь дойти И до улицы Навагинская По ней приятно Погуляться Ты можешь И до морского вокзала И до набережной И до парка Ривьеры И заметьте Во всех этих гуляниях Ты будешь гулять Абсолютно Абсолютно Бесплатно Что же ты топчешься По цветам Что же ты по цветам Топчешься Не стыдно На цветах стоишь На цветах стоишь Тупий землян Просто в наглую Стоит На цветах Просто Видели Просто на цветах Топчется Это просто Жесть Ну это же Это же Минусы не Сочи Это же Минус не Сочи Это же Минус людей Которые Вот здесь Себе этого позволяют Ладно Ну в общем Вот в этой локации Ну именно Погулять Сходить в ресторан Что то еще Просто там Гулять Чтобы там Не надоедали Те локации Гораздо больше Чем например В районе Светланы Потому что Если мы например Объективно возьмем Ну возьмем мы с вами Например Жилой комплекс Москва Жилой комплекс Москва Конечно действительно Можно дойти До морского Вокзала Да До морского порта Но получается С жилого комплекса Остров мечты До морского порта Ты дойдешь Быстрее Расстояние меньше Чем например Взять С той же самой Светланы Понимаете В чем фишка Ну например Если ты например Уже дошел До морского порта Уже У тебя пропадет желание Идти, например, в тот же самый парк Ривьера Когда ты, например, идешь с этой локации Ты можешь пойти в парк Ривьера Можешь пойти в сторону Светланы У тебя все примерно одинаково Поэтому, например, я бы для себя рассматривал Именно если бы что-то улучшить Чтобы повышать Я бы, наверное, все-таки про центр Теперь есть, опять же, такой момент На Светлане Это заезд и выезд Не всегда комфортный Потому что дорога у нас, соответственно, от Дендрария Дорога, одностороннее движение в сторону Центра Сочи Обратно, конечно же, у нас Выделенная полоса Для автобусов И хоть вы там сейчас В моем видеоролике и видели Целую кучу людей, которые И на всех подрядах автомобилей ехали Но это же ненормально Поменяется власть в Сочи И будут какие-то другие гаишники И что? Ну, они будут жестко иметь Будут прямо жестко Будут наказывать Это при этом штраф Да и наказание Довольно-таки жестокое За это И все В этом отношении Какая-то логистика Не совсем удобная Вот Поэтому, как бы Когда ты выбираешь себе То или иное жилье Блин, конечно Вопросов больше, чем ответов Но Всегда можно во всем этом Разобраться И самое главное Каждый кулик валит свое болото Например, кто вот сейчас на бытке Да, вот сейчас тоже Я посмотрел Там двоих людей Бомбанулся я на фабрице Да вот Все равно Мерката лучше находится По локации Чем, например Тот же самый Например, Моревидово На этом Например, на бытке Ну, ребят С Моревидово Вы вышли Сели на автобус И спокойно Доехали Вы взяли Сели на автобус И спокойно Взяли и доехали До жилого комплекса Моревидово Понимаете? Чего я не могу сказать Про Мерката Хорошо Другое С Моревидово Вы вышли И через 200 метров Вы оказались В 16 гимназии Чего ты не можешь сказать Про тот же самый Мерката Я говорю Про тех Которых пригорает Которые в свое время Неправильно что выбрали Там чистый воздух Чистый Да, ребят Какой чистый воздух Там ни одного дерева нет Ну, что вы себя обманываете Вид Да вид Что с бытки Что с Яном Фабрици Вид одинаковый Ну, что вы себя-то обманываете Ребят Ну, зачем вы себя обманываете Ну, это же называется самообман Ну, серьезно говорю Ну, это называется самообман Само собой Да, и вот в этой локации Есть определенные минусы Да, вот если смотреть Ну, вот мне, например Жилой комплекс Ривьера нравится Выбирая между Жилым комплексом Москва и Ривьера Я бы взял бы себе Конечно же Ривьеру Я бы взял бы себе Конечно же Ривьеру Ладно, ребят На этом мы с вами будем прощаться Вам всем желаю хорошего настроения Всем добра И пока